Приветствую всех у себя на канале. Давайте посмотрим второй прогноз для близнецов на сентябрь 2024 года. Что ожидает близнецов в сентябре 2024 года? Основной фон месяца, настроение, атмосфера, работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь, важные события или люди, влияющие на вас. Подсказка от карт. Основной фон месяца, пятерка кубков. Опять выпадает, по-моему, как у овнов выпадало. Это карта разочарования. Что-то вот не понравилось, что-то случилось не так. Давайте ее конкретно разбирать, насколько оно сильно. Это разочарование, насколько оно обосновано. Давайте начинать с работы. Четверка мечей. Ну, здесь могут быть неоправданные ожидания в том плане, что не случилось, не произошло того, чего вы хотели. Какие-то события откладываются, потому что четверка мечей – это всегда период покоя, или здесь, скорее, застоя. То есть не происходит там какой-то прорыв, обещанное повышение, не находится та работа, которую вы бы хотели. Может быть, вы ждали, вам пообещали какое-то место, но пока ситуация как-то так сложилась, обстоятельства не позволяют случиться тому, чего вы хотите. Можно долго приводить примеры ситуации, вы все свои знаете, да, кому-то, опять же, должность, да, обещанная. Почему? Почему уже, знаете, это связано как-то с прошлым? Потому что вот разочарование, что что-то не происходит. То есть разочарование – это всегда, когда были какие-то надежды. А здесь вот в данном случае они не оправдались. Значит, это что-то тянется из прошлого. Ну, либо случится в этот конкретный период, да. Вот сегодня пообещали, завтра что-то сделать, а завтра не случилось. Либо это вообще еще раньше произошло. Ну, опять же, да, не получается, ну, что можно по работе больше? Не получается занять конкретное место, там, вакансию какую-то есть, а вас туда почему-то не приглашают или взяли другого человека. Собирались там, я не знаю, открыть новый магазин, какую-то новую точку, но вот пока не складывается, потому что, я не знаю, там, не можете подходящего найти помещения для аренды и так далее, да. Вот, ну, там дальше уже свою ситуацию. Смотрите, здесь период такой, когда не получается осуществить то, что задумано, то, что хотелось. От этого, конечно, есть переживание, разочарование, что вот, ну, не получается, но это пока. Потому что карты такие не сильные все-таки, четверка, пятерка, там. Давайте смотреть финансы. Так, карту закрываем. Что здесь? Карта умеренности. Ну, соответственно, умеренность. Что такое умеренность? Это когда все идет своим чередом. Нет изменений каких-то опять, да, от чего вы тоже можете... Давайте я вообще вот так вот все прикрою, четырнадцатая арка, на всякий случай. Опять, ждете обещанного? Вот мне такое идет. Может быть, это связано и с работой, и как раз и с финансовой сферой, соответственно. Не повысили, значит, и зарплату не повысили, да. То есть нет продвижения по карьерной лестнице, нет повышения зарплаты. Все затягивается, все оттягивается. Умеренность. Ну, то есть вот все что-то тянется, тянется. Хочется большего, хочется. Опять, да, вот не получается. Что-то не получается. Может быть, там опять, мы же эту сферу смотрим еще не только деньги, но и имущество. Может быть, не получается пока продать квартиру. Ну, когда же, когда же. Ну, вот что же опять, почему же нет никак там, да. Или что-то там купить, наоборот, не получается. Вот, то нет желаемой марки автомобиля, то цвет не тот. И вот опять надо что-то там заказывать и ждать, и ждать, и ждать. Опять привожу пример, да. У всех все по-разному. То есть это опять какие-то неоправданные ожидания. Вот что работы касаемо, что финансов. Давайте смотреть личную жизнь. Паш Пентакли. Интересно. Начну с тех, кто ищет пару. Это всегда знакомство. Опять же, можно пойти на свидание, но опять. Вот познакомились с человеком, поближе его узнали, поняли, что опять не то. Ну, фон такой месяца у вас. Знакомств может быть много. Ну, вот людей много, но среди них своего как-то вы найти не можете. Если у вас уже есть партнер, любимый человек, муж, жена, там, здесь может быть опять какое-то несоответствие на почве вот интересов. Вас что-то одно привлекает, партнера что-то другое привлекает. Соответственно, вместе вот вы никак не можете найти компромисс, чтобы угодить обоим. Ну, здесь не так все печально, по крайней мере, как-то вот вы... Ну, это похоже еще на притирки, да, когда вот на начальных стадиях, если кто-то друг друга еще пока изучает. Как-то, да, вот как вот наладить вот это общение. Ну, получается, что вам хочется вот этого, а ему другого совершенно. Вот или вот, знаете, как в фильме опять. То ему то, а то ему раз и это. И вот как-то никак вы не можете сойтись на почве интересов, на почве каких-то желаний. Один туда хочет поехать, другой туда не хочет поехать. И вот опять, да, вот опять придется делать так, как ты хочешь. А вот мои интересы, значит, ты ими пренебрегаешь, что-то такое. Или, ну вот, что-то здесь такое. Смотрите, опять. Говорю, все какие-то такие не очень приятные прогнозы воспринимайте как совет. Ну, какой тут может быть совет? Стараться договариваться, где-то уступать, где-то и стоять на своем. Ну, никак. Значит, период может быть такой. Давайте посмотрим события. Важно. Солнце, да, в принципе-то вокруг вас солнце светит и не все так грустно. Давайте здесь дополним. Карта здесь нам подсказывает, чтобы вы не досадовали, не разочаровывались, а искали энергию, поддержку, удовольствие в огне, в окружающей вас среде, в окружающих вас людях. Давайте здесь дополним, где конкретно нужно искать. А за что зацепиться. То есть карта говорит, что не сидеть в себе, нужно искать королеву мечей. Так, во-первых, указывает на женщину, какую-то мудрую. Вот она вас может вывести из этого состояния мечи мастюма. Это совет, подсказка от нее, как вам решить ту или иную ситуацию королевы мечей. Да, вот, как выйти. Опять я уже говорила, у кого-то выпадал уже в гороскопах эта карта. Здесь изображен человек, который, можно сказать, сковал сам себя. Руки сложил на груди. И, то есть, не его кто-то связал, а он сам в закрытой позе находится, не хочет раскрываться. И здесь он не в клетке сидит. Здесь, то есть, он спокойно, когда захочет, может выйти из окружения этих мечей. Потому что, видимо, довольно широкие пространства. Можно здесь легко выйти и руки сделать свободными. То есть, освободить себя самому или самой. И здесь и выйти вот из этой вот пятерки кубков, из этого разочарования и досадования. Ищите, опять ищите женщину. Женщина вам даст совет, как это сделать. Может быть, я не могу сказать, что она вас сама как-то развеселит. Все-таки это королева мечей, холодный такой ум трезвый. Но она может вам что-то посоветовать, как из этой ситуации выйти. Потому что, ну, из такого настроения надо вас вытягивать. Если кто-то, конечно, еще дошел до этого места просмотра видео. Давайте посмотрим подсказку. Король Пентакли. Пятерка Пентакли. Четверка Пентакли. Здесь явно указание на сбережение ваших финансов. Вот на совет точно попадает. Обратите внимание на финансовую сферу. Здесь не время трат, а время сбережений. И как-то этому способствует король Пентакли. У всех это по-своему. Если смотрит мужчина, конечно, это указание лично на вас. То есть, все в ваших руках. Король Пентакли – это всегда человек хозяйственный, состоятельный. Но время такое, что здесь, скорее всего, придется поэкономить. После пятерки Пентакли идет четверка Пентакли. Это сохранение. Чтобы не терять, не уходить, так сказать, в дефицит бюджета. Вот совет сохранять деньги. Ну, если смотрит женщина, это все-таки, наверное, указание на мужчину в вашем окружении. Может быть, это супруг. Я не могу сказать здесь, знаете, такие карты, что... Не могу сказать, что он здесь покроет какие-то ваши, там, я не знаю, гиперрасходы. Но, тем не менее, как-то вот... Ну, здесь тоже разные у всех ситуации жизненные. Разные могут быть трактовки. В общем, опять, если смотреть... Опять повторюсь. Если смотреть на мужчину, это вы сами и совет заберегать деньги. Для женщины то же самое. Это совет не тратиться, чтобы не уйти в дефицит. Но здесь вот при мужчине как-то вот он этому будет способствовать. Для кого-то, если вы, например, на его, так сказать, полном обеспечении находитесь, для кого-то это, может быть, он урежет деньги, которые он вам дает. Такое может быть, да. Может быть, он решит, что вы слишком много тратите. И как-то... Лимит понизит, которые... Денег, который он вам обеспечивает. Ситуации могут быть разные. Это вот первое, что приходит на ум. Ну, либо, может быть... Ну, здесь нет карты помощи. Но все-таки как-то вот через мужчину, я не знаю. Всякое может быть. А бывают еще и ситуации, когда и женщины мужчину содержат, и слишком денег на него много тратят. Ну, у всех свое. Смотрите, сами в любом случае совет сберегать финансы. Такой получился для вас расклад. Пишите ваши комментарии. Будет интересно узнать всегда, как резонирует расклад с вашей ситуацией. Спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.